Друзья, напоминаю, что у нас работает теперь эндурошкола, где вас могут научить езде на мотоцикле эндуро либо с самого нуля, либо подтянуть ваш скилл. Вы можете приехать как на собственном мотоцикле, так же у нас есть и прокатные байки, с этим нет никакой проблемы. Ссылочки, как всегда, в описании под этим видео. Всем привет! Сегодня 9 марта, температура воздуха с утра уже градусов 15. Вот такие вот цветочки тут везде растут. А у нас сегодня обещает быть классная покатушка. Я первый приехал на своем новом мопеде. Как видите, мопед у меня в этот раз Zoom 300, как я и говорил, после Маталэнда. Вот, сегодня нас собирается человек 10 и сегодня должна быть клевая хардовая катка. Посмотрим. И начинается все с каменного ручья. Одно из первых довольно ощутимых препятствий – это камень высотой чуть выше, чем пол колеса. Проблема в том, что разгона нет, зацепа тоже нет. И из-за этого заехать на него не всегда просто. На видео не видно, но здесь довольно ощутимый уклон вверх. Живые камни и влажный грунт с практически всегда отвратительным зацепом. Протяженность ручья – пару километров. Попробуем проехать его до конца. Силу он вытягивает изрядно, но стоит остановиться, чтобы перевести дух, тронуться уже сложно. Благо, довольно мягкая подвеска способствует езде на такой поверхности. Работа подвески мне понравилась больше, чем на всех моих предыдущих моторах. Работа подвески мне понравилась. Выезжаем из ущелья глотнуть воздухо и чуть дальше спускаемся обратно. Теперь перед нами крутой земляной подъем, который в такую погоду берется, в общем-то, без проблем. Газ в палас и дубасишь. Нейтралка. Продолжаем движение по ущелью вверх. Пытаемся проложить новый маршрут. Парни там сверху дрюкаются, а у меня уже сил нет дрюкается даже. По факту, выехать удалось только Паше. Парни поехали дать еще кружок, ну а я решил подняться на холм при выезде из ущелья, с которого открывается потрясающий вид. Продолжаем дней мы вновь в начале ущелья и каменного ручья и вновь этот веселый камень в этот момент сева увидев мою камеру решил действовать папа да аккуратно сейчас мы возле памятника в честь сбитого летчика и солдат великой отечественной войны далее заезжаем на перемычку между горами остро и кабанка еще пару лет назад этот подъем казался не в рот какой неприступной стеной у сто семь седьмого движка отличная тяга но он любит глотнуть на низких оборотах при недостатке крутящего момента ну и собственно поднимаемся на вершину самой кабанки на видовую площадку все дружно отмечают коронавирус хлеба да красота да я помню испугались да уж глупая смерть могла получиться вот эта красота я понимаю а сапа цветочек теперь мы на домашке в ущелье еще одного ручья с северо-востока от горы бештау зум уже на второй взгляд оставляет приятное впечатление движок везет для своих 300 кубиков и это подтвердят даже владельцы австрийцев с кубатурой 350 и 450 подвеска работает тормоза огонь у меня кстати мод из одной из последних партий на март 2020 защита движка тридцать шестым карбом небе и вилкой толщиной 48 миллиметров раньше было 43 а у было больно до камера вновь не передает уклон поднимаемся на сложный волчий перевал дима исполнил знатную гуру которая к сожалению осталась за кадром если вам понравилось наше видео ставьте лайкос подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик до встречи на новых покатушках пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok